Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На грани выживания, в экстремальную жару, жители Барнаульской многоэтажки остались без воды. Укрепляя сотрудничество. Чем удивляет алтайская делегация на международной выставке в Китае? На новую должность депутат Госдумы Александр Прокопьев стал заместителем главы Республики Алтай. В Алтайском крае вводят особый противопожарный режим в связи с экстремально высокими температурами. Жара в 35 градусов, а местами и выше, превышает среднемесячные показатели. МЧС бьет тревогу. Высокие температуры крайне негативно влияют на обстановку с пожарами. Судя по прогнозам синоптиков, дожди и грозы будут только способствовать ухудшению ситуации. Напомним, как минимум до 28 июня в регионе сохранится высокая пожароопасность. Тем временем, сегодня стал известен официальный перечень пляжей, которые прошли проверку. На сегодняшний день на территории региона официально функционирует 48 пляжей, специально оборудованных для купания. Весь список разрешенных к эксплуатации пляжей можно увидеть на сайте МЧС по Алтайскому краю. Как в такой жаре жить без горячей воды? Этим вопросом задаются жители одной из барнаульских многоэтажек. Им уже не первый месяц приходится закалять тело холодной водой и добиваться человеческих условий проживания. Как справляются люди и в чем возможная причина отсутствия воды, выясняла наша съемочная группа. Я третью неделю не мытая. Куда меня деваться? Меня одна же. Нина Павловна Бокова в свои 79 недавно перенесла инсульт. Поэтому мыться в тазиках для нее затруднительно. Да и все жильцы этого дома каждый день вынуждены закаляться. Чуть-чуть жевая. Мне кажется, даже просто ополоснуться не так сложно будет. Глобальные проблемы с горячей водой в доме на Эмилии Алексеевой 70 начались месяц назад после плановых работ и отключения. У нас воду отключали с 12 по 28 мая. До сих пор уже практически месяц у нас нет горячей воды. С 28 мая горячая вода не может дойти до квартир. А многочисленные обращения в управляющую компанию не дают результатов, подчеркивают жители дома. Управляющая компания никаким образом не реагирует. На звонки то отвечает у нас большой разбор воды, то у нас, значит, вчера буквально я звонила в управляющую компанию, у вас нет циркуляции. Я спрашиваю, куда она делась, когда она будет. Вот элементарно чуть ли не посылают прямым текстом. С тепловыми сетями я вела переписку, брали пробы на анализ горячей воды. Вода холодная у нас, то есть по нормам вода действительно холодная, из горячего крана поступает. Вот такая проблема у нас по всему дому. Но перерасчет никто не делает. Счета, естественно, за горячую воду придут как за горячую воду. То есть, сами понимаете, сумма большая. Из ответа ясно. Теплосетевая компания в ходе проверки выяснили. Подача горячей воды до МКД идет. Однако проблема остается. А представители УК говорят следующее. Там стоит бойлер в подвале. С бойлера на данный момент температура 37 градусов. С тепловыми сетями связывались. Говорят, что это связано с тем, что сейчас переключили их на ТЭЦ-3. ТЭЦ-2 не работает, потому что опрессовка идет. Вроде как причина в этом. Как кончится опрессовка, обещают воду перерасчет дать в полном объеме. К слову, незначительные перебои, говорят жильцы, причем как с водой, так и с отоплением, начались около двух лет назад, после капитального ремонта. Тогда в доме заменили стыки и водоснабжение. Как вот ремонт сделали, так у нас началось. Не отопление, не воды. Отопление у нас теперь, как сделали, значит, в коридорах и на лестницах не прикоснешься к батареям, а в комнатах чуть живое. И вода точно так же. Ну вот, вот она, плесень черная лезет. До потолка уже полезно. Но управляйка стоит на своем. Причина не в капремонте. Там, в принципе, с водой, как бы, там тупиковая система, она там не будет постоянно, 60 градусов из крана. То есть там нет циркуляции на доме по проекту. По всей видимости, всем сторонам придется объединиться, чтобы наконец-то решить проблему. А мы будем следить за этой историей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Жуткая история произошла в барнаульском селе Власиха. Там женщина случайно наткнулась на труп в реке. По словам очевидцев, она зашла в воду и вдруг почувствовала, что на дне реки что-то лежит. Как оказалось, это труп мужчины. Тело достали из воды. При каких обстоятельствах мужчина погиб, пока неизвестно. А в Заринске посетители кафе получили ожоги глаз и лица. Теперь они требуют компенсации. Травмы возникли от воздействия ультрафиолетовой лампы, которая была включена во время праздничного мероприятия 23 декабря прошлого года. Пострадавшие требуют от руководства банкетного зала компенсации морального вреда в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Платить в добровольном порядке ответчик отказался. По делу назначены судебные заседания. К другой теме. В Барнауле проводится техническое обслуживание новых автобусов, которые недавно вышли на линию. Речь идет о первом и десятом маршрутах. Для чего необходима такая диагностика, смотрите в нашем сюжете. Туда. Это первое техобслуживание для новых автобусов, которое жители Барнаула уже успели заметить и оценить на первом и десятом маршрутах. Момент подошел. Первые 2,5 тысячи километров пройдены. На этом этапе в сервисном центре идет проверка всех систем. Если в ходе техобслуживания будут выявлены поломки или серьезные нарушения, завод-изготовитель в рамках гарантийного обслуживания обязан устранить неполадки за свой счет. Срок гарантии 12 месяцев. В рамках этого техобслуживания проводятся работы с системами кондиционирования салонов. Какие-то недочеты исправляются, особенно это актуально сейчас в связи с повышением температуры. Кроме того, проводятся работы по терминальному оборудованию, обновляется ПО, дабы исключить какие-то сбои в его работе. А еще смазка механизмов, замена фильтров и не только. Кстати, в мэрии отмечают, что в целом и водители, и пассажиры довольны новыми автобусами. Во время эксплуатации, в принципе, автобусы показывают себя с положительной стороны. Больших проблем не выявлено. На сегодняшний день проверку прошли 14 автобусов. Осталось еще 17. Подобное ТО проводится, чтобы автобусы работали без сбоев. А значит, чтобы и поездки для жителей Барнаула были более комфортными. Ирина Корчагина, День с толком. Депутат Госдумы Александр Прокопьев стал заместителем главы Республики Алтай. Указ о его назначении в Рио руководителя Горного Алтая Андрей Турчак подписал сегодня. Один из блоков – это блок экономического развития Республики. Все, что связано с работой с инвесторами, с наведением порядка в агропромышленной сфере Республики. Туризм, целый ряд других полномочий. Хотел бы предложить вам занять эту позицию с учетом вашего опыта. Спасибо огромное за доверие. Сделаю все для того, чтобы его оправдать. Помимо поста вице-премьера правительства региона, Александр Прокопьев также займел должность министра экономического развития Республики Алтай. На заседании правительства, которое впервые прошло в онлайн-режиме, и где в Рио главы региона объявил о назначении своего нового заместителя, Андрей Турчак отметил, что знает Александра Прокопьева как грамотного и эффективного управленца. Добавим, Александр Прокопьев, три созыва в Госдуме России, представлял Алтайский край. Дважды избирался по Бийскому одномандатному округу номер 41. Работал в комитетах по охране здоровья, по физической культуре и спорту, туризму и делам молодежи, а также в комитете по туризму и туристической инфраструктуре. Сегодня алтайская делегация прибыла в Поднебесную с рабочим визитом. Представители региона участвуют в восьмой международной выставке-ярмарке «Экспо Китай-Еврази». Выставка проходит в китайском городе Урумчи. Алтайскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Виталий Снесарь. Также в состав вошли компании сферы пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозмашиностроения, а также представители вузов. В течение пяти дней с 25 по 30 июня представители региона будут презентовать экспортный и инвестиционный потенциал Алтайского края, налаживать международные связи. В этом году на выставке будут представлены товары и услуги из различных отраслей экономики, а также будут проходить деловые встречи и переговоры между представителями бизнеса из Китая и стран Евразии. Отметим, выставка «Экспо Китай-Евразия» предназначена для продвижения товаров и услуг. На мероприятии бизнесмены из разных стран познакомятся с новыми технологиями и наладят деловые контакты. Алтайские журналисты и общественники договорились о взаимодействии в вопросах патриотического воспитания. Документы о сотрудничестве сегодня подписали Сибирская медиагруппа и Патриоты Алтая. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий и информационной поддержке. Подписи под соглашением поставили руководитель Сибирской медиагруппы Андрей Абрамов и председатель правления Ассоциации гражданско-патриотических организаций Патриоты Алтая. Стороны уверены, сотрудничество между журналистами и общественниками усилит патриотическое воспитание детей, молодежи и более взрослого крыла. Мы с вами знаем сотни даже примеров, когда взрослые люди сейчас помогают как волонтеры больным пожилым людям, помогают тем, кто участвует на СФО, плетут сети, что-то покупают, собирают деньги и так далее. Да, мы как СМИ, как журналисты, мы эти примеры знаем, и их много. Но сейчас вместе с Евгением Викторовичем, с Ассоциацией, мы хотим сделать эту работу довольно системной и на постоянной основе писать об этих людях. Прежде всего я и команда наша, мы ожидаем, что более жители края, жители региона, будут информированы именно о работе патриотов Алтая, о всех добрых делах, которые наша команда делает. В эту пятницу, 28 июня, в стране отметят Международный день социального бизнеса. На сегодняшний день в нашем регионе почти 140 предпринимателей ведут свой добрый бизнес. В каких сферах развиваются социальные предприниматели и кто им в этом помогает, смотрите в следующем сюжете. Это центр развития «Чудо-остров». Уже четвертый год социальный предприниматель подтверждает свой статус и получает господдержку, благодаря которой в центре появилось интерактивное оборудование. С его помощью дети лучше запоминают фигуры, цвета, а более старшие учатся работать в команде, тренируют память, логику и внимание. Здесь созданы две группы полного дня для детей с двух до семи лет и есть бассейн для занятий грудничков и дошкольников. Ежедневно в бассейне проводят занятия опытные тренеры. А вот центр Бонифации в текущем году уже откроет свой третий филиал. В настоящее время в оздоровительном водном центре могут заниматься как дети с особенностями развития, так и взрослые. Кроме того, центр сейчас активно развивает такое уникальное в регионе направление, как в отцу. Это реабилитация взрослых – одна из форм акватерапии. Один час занятия может заменить четырехчасовой сон. Кроме того, к запуску готовят помещение для занятий с недоношенными детьми. Здесь будет располагаться ванная для бесконтактного плавания с инструктором и температура воды будет адаптирована под каждого маленького пловца. Малышку Сашу привели в реабилитационный центр «Шаг за шагом» не так давно. Девочка с трудом держала равновесие. Сейчас все в порядке. Кстати, здесь также закупили оборудование на средства грантовой поддержки. Здесь оказывают помощь по реабилитации детей с различными нарушениями в развитии, а также детей с ДЦП. Сейчас в штате порядка 11 сотрудников. Большинство из них – узкие специалисты. Именно комплексный подход и концентрация таких врачей в одном месте дает высокие результаты. Научились вставать на коленки, научились вставать на ножки. Поддержка малых предпринимателей – одно из важнейших направлений работы Центра «Мой бизнес» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 28 июня в парке «Центральный» в рамках недели социального предпринимательства пройдет ежегодный фестиваль «Лучше всех», который так полюбился жителям краевой столицы. Ирина Корчегина, Мария Костылева. День с толком. А далее. Для настоящих волонтеров жара и комары не помеха. Очередная экологическая акция добровольческого отряда «Чистый край Алтай» прошла в юбилейном парке. Более ста мешков мусора на берегу пивоварки собрали неравнодушные активисты. Территорию возле реки очистили от мелкого и крупногабаритного мусора. Волонтеры также навели чистоту и рядом с близлежащими улицами Чеглецова и Третьей Речной. Так среди находок оказался строительный мусор, старая мебель, покрышки и бампер от машины, а также другие отходы. Подобные мероприятия волонтеры проводят ежемесячно. Таксист из Барнаула поборется за звание лучшего в России. Водитель Александр Кузьмин представит регион в финале всероссийского конкурса «Лучший водитель такси, который пройдет в Казани». Накануне соревнований наша съемочная группа встретилась с водителем. Подробности в следующем сюжете. Это как раз тот случай, когда руль в надежных руках. 32 года водит машину, из них 28 в такси. Профессию выбрал давно и по душе, точнее по любви. К дороге и верному железному коню. Я к машине цикрублезно отношусь, поэтому мне в машине должно, если оно работает, оно должно работать. Это как живое для водителя, оно живое. И все, поэтому тут хоть застрять, хоть где-то погонять. Перевозить людей из пункта А в пункт Б – дело гиперответственное. Во-первых, транспорт должен быть чистый, а машина исправный. Ну и во-вторых, водитель должен уметь оказывать первую помощь. Ориентироваться в городе и не забывать смотреть по зеркалам в местах повышенной аварийности. Потому что зачастую многие водители, в том числе и таксисты, пренебрегают правилами дорожного движения, особенно на кольцах. Александр Кузьмин неоднократно побеждал на региональных этапах конкурса в Барнауле. Пришло время покорять новые горизонты. К соревнованиям в Казани, говорит, готов, еще поборемся. Первый раз было просто интересно, а сейчас уже какой-то азарт появился. Еще больше интереснее стало. Я считаю, что поехать на финал – это уже, так скажем, маленькая, но победа. Потому что 30 человек из них тоже поучаствуют с ними, сильнейшими, так скажем. Это очень интересно. Конечно, только с позитивным. Побеждать, конечно, желание имеется, но больше общения, узнать что-то новое. Соревнования пройдут в три этапа – теория, практика и творческий конкурс. Участников будут экзаменовать не только по правилам ПДД, но и на знание истории, памятников культуры и географии России. На автодроме придется тоже постараться. Езда змейкой, параллельная парковка и другие важные маневры, которыми должен владеть каждый водитель. Старт! Самая красочная часть конкурса – финал. Ежегодно участники из разных уголков России придумывают что-то новенькое. Задача – рассказать о своем регионе на языке творчества. Дикие горы мне радуют глаз! Пахашмаляй! Давляя на газ, меня покорил непокорный Кавказ! Соревнования будут проходить с 8 по 11 июля. Главный приз, который получит лучший из лучших таксистов – новенький автомобиль. Мария Костолева, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все новости. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире. Продолжение следует...